Так, чё дальше-то, чат? Судебные страсти, а не забыли, что они в прямом эфире не сделали. Когда один дома сравнение? Блядь, когда один дома сравнение? Ну и посмотрим. Давно не смотрели сравнение, кстати. Давай. Говоришь сам с собой, блядь. Чат, сколько ври? 62% когда один. Блядь, кстати говоря, если задуматься, я иногда произношу фразы какие-то, когда я один. Не-не-не-не-не-не-не, без шуток. Если задуматься, я когда один и о чём-то думаю, я могу произнести некоторые фразы вслух. И как бы сам с собой такой. Не-не-не, это типа жизнь на самом деле, да. Я вот сейчас задумался, это жизнь, да. Играть в игры. 49%. Это в принципе всё, что я делаю. Пукаешь. Блядь, я пукаю, когда я и при людях. Нет, серьёзно, я пиржу всегда. То есть пёрнуть для меня это не проблема. Я уже овладел этим искусством. Главное, грамотная позиция. Таза, прижать сфинктер, немножко наклониться. И вот у тебя уже выходит шептун, который никто не слышит. Главное, быстро сменить позицию. Знаете, это как вот в играх от Юбисофта. Когда вас заметили, и вам нужно сменить позицию, потому что вся толпа NPC придёт туда, где вы сидели в последний раз. Вот тут то же самое. Я пукнул и меняю позицию, блядь, сразу же. Потому что пока запах дойдёт до них, они уже не вспомнят, кто тут был, что происходит. А ты уже в другом месте. Смотрим видео на Ютюбе. Ну, да, да. Пока всё нормально. Думаем о прошлом. Бля, сука. Думаю о прошлом, нахуй, когда я ложусь спать. Ебучее дерьмо, которое отравляет мою жизнь. И жизни миллионов людей. Зачем? Почему? Это уже прошло. Какая разница? Постоянный какой-то самостресс. Самостресс. Ты сам себя стрессуешь. Непонятно нахуя. Ничего изменить нельзя уже. Это прошло. Никто, наверное, даже и не помнит об этом, кроме тебя, еблана. Но ты сидишь, лежишь, вернее. И нахуя, нахуя, блядь, нахуя. Зачем, блядь, раз за разом, зачем? Есть такое, блин. Руки на промежности. Блядь, ну это смотрят, что вы смотрите. Посещение порнохаба, блядь. Тренировка. Чат. Когда вы один дома, вы тренируетесь, блядь. Ну да, да. Да, да. Готовим. Ну да, потому что мамки дома нет. Она тебе бутерброды приготовить не может. И единственный, на кого ты можешь положиться, это ты сам. Естественно, это согласен. Какаем с открытой дверью. Блядь, какаю с открытой дверью, даже когда гости дома. Ну, шучу, конечно. Надо будет удалить стрим, блядь, и все клипы с трансляции. Нет, но на самом деле, например, когда гости, я не какаю с открытой дверью. Вот. А когда, например, у меня женщина дома, я изи сру со открытой дверью. Мне еще посрать. Мне посрать, я сру со открытой дверью. Убираемся. Вообще никогда не убираюсь. У меня пыли везде, блядь. Толщиной с палец. У меня убирается только женщина дома. Я вообще хуй забил. Я вообще не убираюсь. Мне почти посрать. Смотрим фильм. Жиза. 18% всего, кстати. Слушаем подкасты. Блядь, слушаем подкасты. Мне кажется, подкасты до сих пор не слишком популярный формат. Вот правда. Я знаю, что люди многие слушают, но это все еще не такой распространенный формат, который прям люди ебашат. И я думаю, что больше подкасты слушают не когда люди остаются одни дома, а люди больше слушают подкасты, когда куда-нибудь едут, что-то делают. Не думаю, что когда люди сидят одни дома, они слушают подкасты. Мало людей, я думаю. В машине, да, да, да. В машине. Спим. Я сплю ток, когда я один дома. Ведь только так я могу чувствовать себя в безопасности, пока я сплю. Боже, я никогда не сплю. Ковыряемся в ушах. Блядь, знаете, что я удивляюсь? Как блядским наушникам всегда удается находить дерьмо в ушах? Это поразительное свойство. Я уши, блядь, могу передраить просто вот. Я могу мозг себе промыть. Я могу уши промыть настолько, что я промою себе мозги внутри. Блядь, я промою себе органы, блядь, понимаете? Я буду чистить уши, и я прочищу себе печень пальцем. Они у меня просто, блядь, блестят, понимаете? У меня уши просто, я не знаю, набухли от того, что я их перетер. Но стоит, блядь, вставить блядский наушник-затычку поглубже. И походить с ней несколько часов. Вот такой, блядь, ошметок, нахуй, говна, блядь, вытащит. И ты смотришь такой, ты вахуй такой, нихуя, откуда? Нет, ну понятно, да, что у нас железы выделяют серу. Вообще, сера это не грязь, как многие думают. Это защитный механизм ушей. И вообще, уши глубоко чистить нельзя. Без шуток. Ни в коем случае. Чистить надо только внешнюю ушную раковину. В глубине ни в коем случае чистить нельзя. Потому что сера, она выделяется нашими железами не просто так. Это не грязь. Это специальная защитная хуйня для уха. Вот. Но все равно. Как это, как удается? Как удается, блядь? Я просто в шоке. Как? А еще ни в коем случае не используйте ватные палочки для очистки ушей. Не вставляйте их глубоко. Только внешнее ухо. Ни в коем случае не вставляйте ушные палочки внутрь. Вы создаете серные пробки и ухудшаете себе слух. Если вы пойдете к врачу, вам любой врач, который уши чекает, он даст вам пизды за это. Ни в коем случае этого делать нельзя. Читаем книги. Блядь. Я, я, грызем ногти. Нет, не читаю книги и не грызу ногти. Принимаем душ. Ну да, да. Трогаем себя. Но это как раз таки про дрочь. Хочешь посмотреть, как Богомол дерется с тараканами? Нет. Позируем перед зеркалом. Блядь. Я, я сегодня был в зале. У меня была сегодня тренировочка. Вот. Два рофла. Стоял чувак возле зеркала. Обтянутый вообще в футболке пиздец. Не сказать, что качок. И фоткал себя в зеркало. И пытался еще занять позицию такую, чтобы как бы майка максимально прилегала к мышцам, чтобы создать впечатление, что ебать, это был рофл. И еще второй рофл. У меня, короче, разминка, она стандартная. Ну, типа, разминка суставов. Ну, это так, да, хуя покрутить, там, поломать. Вот. И беговая дорожка. То есть, примерно 5 минут на беговой дорожке. Я сегодня встал на беговую дорожку. И передо мной была беговая дорожка. И был парень. Ну, то есть, беговые дорожки там не друг за другом стоят, а вот так вот. То есть, одна беговая дорожка здесь, другая вы нихуя не поймете. Короче, впереди, но чуть-чуть сбоку. И там, блядь, бежал парень. Я, честно говоря, короче, я... Смотрите. Знаете, девушки носят шорты? Джинсовые. Которые, которые вот настолько в жопу упираются, что у них вот чуть-чуть жопка высвечивается. Вот здесь такая, чуть-чуть вот такая, треть жопки вот такая отсюда торчит. Понимаете, о чем я сзади? Это карманы, если что. Это карманы. Я хуево рисую, блядь. Это вообще похоже на странное что-то. Хотя, в целом, нормально. Короче, сегодня парень передо мной бежал. Он, блядь, шорты себе натянул. У него, блядь, у него просто вот жопа. И вот столько шортиков под ней. Я... Он, видимо, так любил... Ребят, он так любил свои ноги, видимо. Он хотел, чтобы каждый видел его ноги. Но забавно было то, что его ноги были абсолютно не натренированные. Абсолютно. Это были, блядь, обычные ноги. Ни рельефа, ничего. Просто, блядь, ноги. Ой, блядь. Ты возбудился? Я бежал и кринжовал, честно говоря. Я просто не мог это не смотреть, потому что он прямо передо мной был. И я же бегу на беговой дорожке, а я же не вот так вот вижу. И как бы, блядь, мне было трудно не видеть. Это, знаете, это было как в мемасе. Какой ужас! Отвратительно! Позируем перед зеркалом, я вот напомнил. Говорим с питомцами. Организуем свою жизнь, чат. Как часто вы организуете свою жизнь, когда остаетесь наедине с собой? Садитесь такие за столом. С моей жизнью что-то не то. Пора что-то менять. Я неправильно живу. Надо взяться за ум. Начать учиться. Хорошо работать. Строить планы. Расти по карьерной лестнице. Навестить родителей. Я давно с ними не общался. Никогда, да? Я вот тоже так думаю. Фильмы для взрослых. А, типа, первый, где было показано про руку, это на фантазию. Ясно. Посты в социальных сетях. Притворяемся рок-звездой. Привет, долбоёбом. Садоводство. Ну, это нормально. Ну, да. Ну, не многие этим занимаются, точно. Звоним по телефону. Ребята, когда вы остаетесь наедине, вы звоните по телефону, потому что, когда кто-то рядом, 6% людей не могут этого сделать. Они звонят по телефону, когда остаются одни. Чтобы никто не слышал их разговоры. Проверяем запах. Делаем онлайн покупки. Играем с грудью. Это к девушкам. Девушки, как часто вы играете с грудью, когда остаетесь одни? И как это происходит? Вы рисуете на сиськи глаза и ротик. И как-нибудь кудряшки. А на второй сиське вы рисуете глаза, ротик и какую-нибудь мужскую прическу. Потом берете свои сиськи, так сжимаете, поворачиваете друг на друга. И устраиваете диалог мужа с женой. Дорогая, ты уже приготовила мне яичницу? Нет, дорогой. Еще нет. А тебе с молоком? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я просто плохо представляю еще, как вы играете с сиськами. Ну, может быть, просто трясете ими, но я бы не назвал это игрой какой-то особенной. Листать телеканалы. Блядь, я телевизор. Не помню, куда смотрел. Чат, я заметил, что когда я смотрю стрим, то начинаю непроизвольно трогать свои яйца или член. И я уверен, что я так не один делаю. Так вот, чат, уберите руки, пожалуйста. Спасибо, гей, за 50 рублей. Но я не против чат. Если кто-то смотрит меня и трогает член в этот момент, ради бога. Если вам так удобно, пожалуйста. Без проблем. Можете даже побить по вашему монитору, где я нахожусь членом. И представить, что я трогаю ваш член. Вот давайте я могу даже вот так вот сделать. Если хотите. Какой большой, блядь. Вот, ого. Супер. Это размерчик. Тебе есть чем гордиться, блядь. Я, я, ради бога, чат, ради бога. Только просто убедитесь, что в этот момент к вам в комнату никто не вошел. Это будет выглядеть странно, блядь. Селфи. Бля, вот это я думаю, что часто. Рисование. Играем на инструменте. Вроде бы обычное хобби пока. Медитируем. Пощикоти яички. Вяжем. Едим из банки. Блядь, постоянно ем из банки. Если покупаю что-то лично себе и постоянно ем из банки. Поебать. Не хочу мыть тарелку. Хотя я тарелки не мою, я ставлю их в посудомоечную машину. Но это не отменяет того факта, что мне нужно поставить это в посудомоечную машину. Запустить посудомоечную машину. Блядь, это долго. Мне лень. А посуда еще грязная и воняет. Не хочется потом руки мыть. Давим прыщи. Блядь, слабо богу, я не прыщавый. Да, прыщавые. У меня никогда, кстати говоря, с этим проблем не было. Слава тебе, господи. Воспроизводим... Воспроизводим боев в голове. Вы только что придумали лучший аргумент, чтобы... А, ну, перевод хуёвый. В общем, думайте о том, как ответить тому самому парню в тот самый момент. Ну, вы поняли. Да, да, жизнь за жизнь. Но я на самом деле этой хуйней уже давно не страдаю. Наблюдаем за прохожими. Нет. СПА-процедуры. Нет. Учим новый язык. Нет. Громко ругаемся. Да, я веду стримы таким образом. Ходим голыми. Блядь, я всегда хожу голый. Ладно, не всегда. Но, да. Хуем потрясти это святое. Идешь, блядь, трясешь жопой хуем. Нормально вообще. Не паришься. Ведем дневник. Кричим на предметы. Кричим на предметы, блядь. Но я... Вот это уже проблема. Заметьте, как мало людей ведут дневники по... Вот по этим данным. И кричим на предметы. Это, 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 это дурочка. Это дурочка, да. При этом, ребята, людей, которые кричат на предметы, практически столько же, сколько делают людей гимнастические движения. Казалось бы, гимнастические движения достаточно обычная штука. И ее должны, по идее, делать несколько чаще. Но нет. Их делают ровно столько же людей, сколько и орут на предметы. Не дурно. Следим за кем-то в социальных сетях. Ага, я знаю, я знаю, за кем ты следишь под парень. Да, я знаю, она тебя бросила. Она тебя бросила, да, 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 твое сердечко разбито. И ты каждый раз, как долбоеб, заходишь к ней в Инстаграм или ВКонтакт. Чекаешь какие-то фотки. Может быть, даже ищешь нового ебаря. И у тебя дергается сердечко, когда ты видишь ее фотографии в компании каких-то парней. Или еще что-нибудь такое. Блядь, я знаю. И ты знаешь, что этого делать не нужно. Ты, блядь, прекрасно об этом знаешь. Тебе делают это хуже. Но ты каждый раз все равно делаешь одно и то же. Ты даже думал о каких-то способах заблокировать себе заход на ее страницу, возможно. Но так это и не сделал. Да, чувак. Ну ты опущенец, конечно. Пиздец. Ты всю жизнь будешь в говне, братан. Практикуем случайные акценты. Пытаемся сделать лучшую отрыжку. На стриме делаю визит. Пьем и сто... Ну, во-первых, первое, что бросается, конечно, в глаза, это... Ух, это абсолютно заниженные цифры. Вот. В остальном, конечно, бросается в глаза нереалистично нарисованный туалет. Почему нельзя было нормально рисовать? Какой-то странный. Но да ладно. Я уверен, что я пил из туалета. Причем, когда посрал туда. Ну вот. Я, как говорится, насрал, сболтал. Мне это... Размешивать, но не сбалтывать, как говорится. Поэтому, да. Ну попробуйте, попробуйте. Чего вы бле... Попробуйте, чат. Попробуйте. Попробуйте. Хватит себя вести, как будто бы вы так не делали. Попробуйте, чат. Я прекрасно знаю, что вы занимались этим. Хватит... Хватит строить из себя недотрог, чат. Я знаю, что вы абсолютно отвратительные люди, которые пробовали куда более извращенные вещи. Сколько стоит баночка воды из твоего обусранного туалета? Боюсь, там не осталось воды. Если ты понимаешь, о чем я.